Сегодняшнее утро водителя Алексея Любимова началось романтично. На своем мусоровозе он совершил речную прогулку на пароме в Рождествено. Зимой коммунальные отходы вывезти из сел, расположенных на правом берегу Волги, невозможно. Их отправляют на свалку. А с наступлением весны мусорку начинают расчищать. Отходы перевозят через реку и отправляют на полигоны. Еще шесть штук новинки. Торновой шелихмедь, Гаврилово, Подгоры, Выползло. Сейчас, скажем так, вынос идет интенсивный. После зимы, как правило. Потом как-то все поменьше. Пенсионерка Фаина Ферапонтова всю жизнь прожила в Рождествено. Радуется, что с прошлого года процесс вывоза отходов наладили. Ликвидируют свалку за селом, освобождают контейнерные площадки. Улучшилась ситуация, по сравнению с тем, что было раньше. Потому что кидали, где попало. И в проулках, и в парках все возможно. Но это, я считаю, становится человеческий фактор. Я вот буквально на днях еду, посреди улиц стоит пакет с мусором. Это уже мы как-то сами виноваты. В Рождествено на четыре с половиной тысячи домов приходится 35 контейнерных площадок. Еще восемь в соседних селах. Все отходы помещаются в грузовик и вывозятся за один рейс. Рекоператор уже приноровился, уже понимает все это. И поэтому в настоящий момент мы как-то сумели уже организованно вывозить и вовремя вывозить. Сейчас, конечно, машины ездят регулярно во время переправы. Приезжают и для вывоза ТКО, и для вывоза КГО организуются. Поэтому, конечно, чище стало в селе. Что касается свалки, оттуда отходы вывозят два бункеровоза, оснащенные системой мультилифт. Каждая машина рассчитана на 36 кубометров мусора. За один день из Рождественной округи вывозится 15 тонн ТКО. Работа регионального оператора плотно завязана с работой грузовой переправы. Грузовая переправа у нас, к сожалению, всего лишь одна. Поэтому весь график работы, естественно, связан с графиком работы парома. В настоящий момент только выходные дни есть дополнительные рейсы. Среди недели их пока недостаточно. Со свалки весь мусор полностью планируют вывезти к концу мая. Расходы на переправу грузовиков через Волгу не включены в тариф для местных жителей. Их рекоператор берет на себя. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.